Всем привет! Сегодня снова моя любимая тема Бомбеж на людей, которые почему-то любят Влазить в твое личное пространство Считать, что его мнение это обязательно Самое важное и самое нужное И не важно, что скорее всего этот человек Даже тебя не знает Ой, это прям такая жизненькая Обожаю, можно сказать, интернет За людей в нем, за их открытость, честность За любовь обсирать труды чужие Забавно, честно говоря, что смотря Даже на откровенно плохую работу У меня не возникает желания Пойти и написать автору гадости Или какую-то жесткую критику С оскорблениями Люди, которым еще и слив написать не впадло Вообще для меня загадка природы Я постараюсь сегодня не ругаться, но не обещаю Так что вот вам предупреждение на маты И давайте посмотрим на сегодняшнюю тему Я обещала вам в одном из прошлых роликов Разобрать тему дизайнов Это для меня самая актуальная тема Мне очень часто прилетают за Неправильные, в кавычках, конечно же Дизайны персонажей Точнее, правильнее будет сказать Мне раньше прилетало, потому что сейчас Почему-то все это поутихло Мне доставалось Кажется, меня даже сливали Но я не буду эту тему сейчас поднимать Я, может быть, когда-нибудь потом Расскажу эту веселую историю Но сегодня я буду рассказывать о другом Меня реально очень сильно удивляют люди Которые, ну, не впадло пойти И написать тебе, что вот, ты делаешь все не так И особенно те люди, которые Даже не стесняются выражения И, к моему сожалению, несмотря на то, что я почти по такое не попадала Я часто вижу это в своей ленте И я не понимаю, зачем так писать Но давайте взглянем с их точки зрения И попробуем разобрать основные проблемы Или, правильнее сказать, основные их даёбы Чтобы понять, что же этим людям так-то не нравится Я обнаружила просто шедевральный хейтерский пост в одном паблике И будь он хоть немного нормально написан Я бы, наверное, прошла мимо Но там такие угарные пункты Просто под которые попадают, наверное, 80% персонажей Вообще во всем интернете И я буду ориентироваться на него Потому что лично я, когда смотрю На чужих персонажей У меня не возникает желания сказать Что-то совсем уж плохое, скажем так Поэтому я не знаю Я не знаю, как люди вообще пишут такие посты Ну ладно, давайте начнем Самый первый даёб Это прическа персонажа Причем это именно как раз даёб Потому что нереалистичные прически У нарисованных 2D персов Это плохо Ведь это нереалистично А простая прическа Это скучно Это клише Таких персонажей много И вот возникает вопрос И что же, блин, тогда сделать Чтобы тебе персонаж понравился Забавный, кстати, пункт сам по себе Но меня лично больше всего мешает этот факт Что тут написано, что вот в аниме Эти прически работают Потому что их делают профессионалы В студии нанимают работников И их задача сделать так Чтобы эта прическа выглядела в аниме нормально И я не понимаю этого сравнения Профессиональных работников С любителями Да потому что вот сидит себе Какая-нибудь девочка Маша Вконтакте рисует Для себя персонажа Выкладывает его в паблик Просто, ну вот Потому что ей захотелось И приходит человек И говорит, что это сделано неправильно Потому что ты не профессионал Получается, если ты не работаешь В индустрии рисования Ты там не геймдизайнер Не знаю, не кореец Не китаец Рисующий аниме Тебе нельзя создавать персонажей Интересная, честно говоря, логика Но ладно Такой логике реально получается Что человек, не работающий в этой сфере По дефолту имеет плохие дизайны Типа что? А как же адоптеры? Как же люди, которые зарабатывают на этом деньги Но они там не работают? Конечно, автор это не предусмотрел Но не важно Как-то действительно у студии много работников Они все работают над дизайном одним В то время как у простого человека Две руки и как бы все Следующий пункт, честно, связан с предыдущим Это то, что плохие прически Мешают читаемости силуэта персонажей Который типа очень важен И да, силуэт реально важен Но тут стоит уточнить, что он важен в больших проектах Или если у вас 100-500 персонажей В одном сеттинге Потому что зачем художнику Который сделал себе одного персонажа Чисто для себя Просто, чтобы рисовать его То зачем ему париться над силуэтом? Конечно, тут, может быть, я реально не всем права Но когда тебе говорят, что длинные волосы мешают силуэту персонажа Они мешают только если у тебя все твои 10 персонажей с одинаковыми прическами И у них отличаются только цвета Да, тогда это мешает силуэту персонажа Ты не разберешь, какой из них твой Но если у тебя 10 персонажей и один из них длинноволосый То какая проблема? Я не вижу проблемы Потому что, смотря на силуэт, ты будешь точно знать Что это тот самый персонаж И вообще, очень странные претензии Потому что, почему делаешь что-то в свое удовольствие И я должна отчитываться перед людьми из интернета? Ну ладно, ладно, проехали Следующий пункт Это элементы, которые не несут информацию Типа бинты, пластыри, наклейки, перчатки Блять, ремни Я не знаю, как в охуе все здесь это делать Но если они не рисуют информации То зачем они? Типа, чтоооо? Если реально они не несут информации То это хреновый дизайн Это так и есть Но я не встречала персонажей У которых все это вот есть И оно не несет никакой информации Это же не имеет смысла Потому что все это и есть информация о персонаже Он может влазить в драки Или он может быть неуклюжим Поэтому он носит пластыри на себе, на теле Или то, что вот он ребенок Как раз любит клеить себе там наклейки на лоб Или он одевается под стиль Харадзюку Блин, да причин может быть просто миллиард И еще раз говорю Если это имеет смысл Почему этот пункт вообще здесь Я не понимаю Вообще какую информацию должны нести Перчатки и ремни Ну ладно, перчатки Но ремни какую информацию должны нести Я не понимаю Типа, я ношу ремень Чтобы с меня не спадали штаны Но, видимо, нарисованному персонажу Эта проблема не знакома Так что он должен обходиться без ремня Ладно К слову, тут еще написано Что те, кто рисует подобные детали На самом деле бездари Но мы это пропустим Мы сделаем вид, чтобы мы не читали этого Ведь мы не хотим опускаться до уровня автора Зачем нам опускаться в этот чан с говном Продолжаем Гетерохромия Вашему персонажу запрещено быть особенным В рамках вашего сеттинга Ну, по крайней мере, я прочитала только что именно вот это На самом деле здесь написано Что иногда гетерохромия не сочетается с палитрой персонажа И это, конечно Да, это неправильно Должна палитра хоть как-то досочетаться Но давайте запомним, что во-первых, скорее всего гетерохромия И она врожденная Во-вторых, будь у меня один глаз, не знаю, голубой А второй черный Я бы не стала одеваться в голубой и черный Лишь бы я выглядела просто красиво По мнению других людей Я бы одевалась как обычно И мне не важно, сочетаются ли мои глаза с моей одеждой И я к чему это говорю? Ведь расскажешь, что персонаж должен сочетаться Ведь дизайн должен быть приятным, гармоничным Да, но если ваш персонаж обычный человек Такой же, как и вы Разве вы бы стали париться над такой ерундой? Вот и ваш персонаж бы не стал париться над этим Зачем это делать, я не понимаю К слову Мы уже, кстати, в самом конце Я просто так сильно горю, что все читается как-то уже очень быстро Я реально уже не понимаю, куда гореть Тут, типа, всего лишь шесть пунктов Но они так расписаны Ну просто отвратительно Автор здесь поливает абсолютно все грязью Я то, что зачитываю Я буквально тезисы зачитываю Здесь буквально мат через каждое слово И я это читаю И ощущение, что автор меня пытается палить дерьмом А ведь он это адресовывал даже не мне Какой, ребят, мы можем сделать вывод из этого всего поста? Если люди захотят погореть, они погоряют Если у людей будет желание доебаться до вашего персонажа, они доебутся Даже если вы работаете в индустрии аниме Вы там создали 100-500 персонажей Все эти дизайны просто шикарные Они продаются, просто разлетаются как горячие пирожки Найдется какой-нибудь долбоеб, который скажет, что нет, ваши дизайны говно Потому что там нереалистичный цвет волос Или у персонажа ушки и хвост, но такого нет в жизни Или что он просто неоригинальный Ведь даже если есть ушки и хвост Таких персонажей много Хорошо, когда это все не касается реально тебя И ты просто это видишь в интернете И спокойненько проходишь мимо Ребят, типа давайте будем как-то добрее В конце концов, есть начинающие художники Плохими персонажами, да, но писать им о том, что этот персонаж плохой Не стоит Конечно, люди говорят, критика заставляет двигаться вперед Если ты не скажешь человеку, что его дизайн плохой Он таким плохим и останется Но нет, ребят, люди растут Их предпочтения меняются И когда этот ребенок вырастет Он поймет, что дизайн-то реально кринжовый Но посмотрите на свои, типа, старые работы И если вам, смотря на них, становится стыдно Значит вы выросли Значит вы понимаете, о чем я говорю Потому что у меня такое было, у меня были старые плохие дизайны И мне на них смотреть дремно Не хочу затягивать этот видос Вы поняли мою точку зрения Всем спасибо за просмотр Выскажите, пожалуйста, свое мнение Одна ли я такая ранимая, что вот прям горю с такого Хотелось бы услышать другую адекватную точку зрения А не бомбеж, когда тебя буквально обсирают Ну, в общем-то, всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь туда и сюда Подписывайтесь на наш общий канал Сперпин Мы там чаще горим Если вам нравится такое слушать Так что... Всем спасибо, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok